ПОЛИФОНИЯ Всем привет! Сегодня наша встреча посвящается полифонии. Что такое полифония? Два слова. Практически мы все знаем это, но надо сказать, может кто-то забыл. Полифония это такой способ изложения музыки, где каждый голос имеет свои линии. А голосов должно быть два, три, четыре, может быть больше. И представьте себе, если в музыке есть несколько голосов, что они должны делать? Иметь свои линии. У них есть специальные правила, законы, очень жесткие, как им нужно поступать, чтобы создать единое гармоничное целое. Допустим, если в жизни, вот мы все сидим здесь, если мы в жизни попробуем каждый рассказать свою историю, ну, одновременно, что получится? Вот если мы заговорим, ты свою жизнь расскажешь, или свою, если бы она, Владимиром Азом, еще что-то, ничего не получится. Это просто невозможно. Это шум и гвоздь. А вот в музыке, в музыке это возможно. И поэтому музыка, полифония в музыке, это настоящее чудо. И мы назвали программу сегодняшнюю именно так. Полифония как музыкальное чудо. Чудо. Можно улыбнуться. Программа делится на три части. В первой части будут исполнены сочинения совершенно неизвестных композиторов, ну, обычному любителю музыки. И мы назвали эту часть «Золотой мир Барокко». А, Барокко, я скажу еще два слова. Полифония возникла много веков назад, а «Золотой мир» в полифонии, когда самый рассвет, приходится на 17-й век. Захватывает еще 16-й немножко, начало 18-го. И получается, что этот стиль просуществовал ну, более там, ну, 150 лет, почти 300 лет. Ни одна музыка, ни одно направление столько лет, столько лет не существовало, кроме так, вот, Барокко. И сегодня будет звучать именно музыка вот этого времени, 17-го века, «Золотой век», как мы называем Барокко. И в первой части прозвучатся неизвестные имена успешных музыкантов. Кто это такие? Почему они успешные, а нам неизвестно. Действительно, они были в то время очень востребованные, потому что они были не просто музыканты, не просто композиторы. И понятно, что они играли и на органе, и на повесине, но они еще были теоретиками музыки. И они придумали разные методики, преподавания, как обучить приемам по юфории, начиная с детства, вот, начинающих даже музыкантов, и с рост. У некоторых, у многих, учились и Бетховен, и Моцарт, и Шуман, мы их назовем эти имена. Ну, а теперь начинает у нас, открывает программу Волков Петер. Пожалуйста. Волков Петер исполнит, можешь садиться, и два слова я еще скажу, исполнит две композиции, две композиции немецких композиторов. Первый называется «Сперонбес», а пьеса называется «Минуэт». Пожалуйста. Пожалуйста. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Именно у тюрка Обучался полифонии И Моцарт И Битховин, и Шуман А вот сейчас Обучается Волков Петер Играет музыка Так, пожалуйста, играет Тюрк Ориоза Играет музыка. Играет музыка. Вы обратили внимание, что вы все играете, у вас звучат музыка с таким названием. Минуэт, Ригадон, Гавод, что там еще есть, Куранта, Сарабанда. Это все танцы. Это все танцы. А полифония возникала в церковной музыке. Это духовная музыка в далекие времена. И там как раз была такая музыка серьезная, которая обслуживала богослужение. А минуэты, все танцы где танцевали? Во дворцах, в замках. И постепенно светская музыка развивалась. А музыканты, которые вы сегодня исполняете, они играли и на органе, и на клавесине. Орган где звучал? Звучал в соборах. Соответственно, композитор писал такую музыку, полифоническую. А клавесин звучал на праздниках. И что? Эту музыку танцевали. И постепенно один и тот же композитор, музыкант, он создавал музыку полифоническую. И в этих танцевальных жанрах. Поэтому сегодня вы представляете вот эти образцы той музыки, которая соединяла и духовную, и светскую. А сейчас замечательный автор, композитор Плейд. Чем он замечательен? Тем, что понятно, что он жил во Франции, он учился в Италии у замечательных итальянских композиторов, Чеморозе, Пойзиелло. Но еще он, сейчас бы его назвали успешным предпринимателем и бизнесменом. Потому что он был издателем в Париже, но к тому времени стало изменяться и совершенствоваться механика фортепиано. И он открывает фабрику музыкальных инструментов фортепиано. И он становится вот таким владельцем такого бренда музыкальных инструментов, которые действуют и по всей идее. То есть он вообще стал какой-то, ну, бессмертным. Он свою фамилию вложил вот в это дело, и эти инструменты сейчас известны вот эта фирма. Волобуева Эмилия, просим. Волобуева Эмилия, просим. Волобуева Эмилия, просим. Волобуев Эмилия, просим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нитаянский композитор Мартини Гавод Исполняет дуэт ученик и учитель Гриев Масликов и Светлана Харькова Аплодисменты 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Без полифонии, ну никак, потому что вся музыка многоголосная. Где-то там чисто полифония, где-то имитация немножко, где-то подголосочная. С первых шагов начинаем пытаться ребенка заставить, как-то научить, да, слышать это многоголосие. Что очень бывает непросто, потому что они растут и приходят в 6-7 лет, они только слышат это многоголосие вокруг себя. Что касается этих имен, которые не очень как бы известны, но они у нас в репертуаре есть. Во многих нотах можно найти, но в основном, конечно, для младших классов. Это тоже совершенно не умаляет их достоинства. Это, я считаю, мировая классика, наследие мировой классики. И то же самое, прекрасно по ним обучать, особенно маленьких, замечательно. Они свою методику разрабатывали, на которой потом большие музыканты учились. Поэтому это очень все серьезно и нужно. Спасибо. Это было мое мнение. Спасибо. Мы начинаем тогда второе деление у нас, да? Значит, кто у нас первый? Пахельбей, как раз, о котором Ирина Васильевна говорила, это твой гавор. Ты в курсе, что композитор Пахельбей? Давай, Саба сыграет нам гавор. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... Продолжение следует... А исполним мы это интересное сочинение, это такая моя интерпретация, ахараджировка, мирового кита, барочного времени, Джулия Качини. Джулия Качини был, можно сказать, в наше время сейчас мультиинструменталистом. Он практически на всех инструментах играл. Он был певцом, композитором, был придворным музыкантом знаменитых меценатов итальянских Медичи. Его две дочери тоже были композиторами и певицами. И он создал, он опередил свое время, он создал новую концепцию мелодии, где доминирует мелодический один голос, и мелодия очень экспрессивная, драматическая и такая очень яркая. Практически его при жизни, только когда слышали приглашание, а так еще этот стиль был не в моде, и он где-то на 200 лет опередил свое время. Правда, в следующем поколении эту традицию начал по-своему продолжать Вивальди, создавая такую же драматическую мелодическую историю. А мы исполним Авы Марии Качини, как я сказала. Авы Марии – это приветствие Богородице. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok